Ой, ребята, приехала полить цветы. У меня тут радость такая. Открыла тепличку. Моя Хоя Калселл жива. Она жива. Пока жива. Я её не знаю, доставать. Интересно же посмотреть, что там, да? У неё есть корешки, но я не уверена, что она из черешка. Хотя черешок вроде, да? Корешки есть, но пойдёт ли она расти рост, вот ещё в чём вопрос. То, что она корешки дала, это просто супер. Это просто замечательно. Сейчас мы тебя мхом укроем. Ты моя красоточка. При том, что стояла без ламп тут на окне. На окно я такой ник всех поставила, причём стопочкой. И она дала корни. И тургор появился, слава богу. Всё, всё, пока жива, но будем ждать рост. Я её обязательно приеду, пересажу в кокос, в кокосик. И будет она в тепличке стоять, будем ждать рост. Так, тут у меня из новостей только вырастила листочек компакта. Вот беленький. Ну, такие маленькие листочки все растят. Пока ничего тут такого нового, интересного не вижу. Тут у меня... Они у меня все сейчас в разброс. Я приеду, буду порядок наводить. Не вижу. Вот тут тоже я всё вот в кучку ставлю. Сейчас и поливаю одновременно, и снимаю одновременно. Всё, бегом-бегом. Ну, в общем, если что-то интересное увижу, я вам сниму. Ну, вроде бы всё по-старому пока что. Зацвела моя хоя в Вилбургрейвс. Серебряными листочками вот такая. Карноза Вилбургрейвс. Её называют. Почему карноза? Потому что она произошла от карноза и... Та-да-да-да-да. Это цветёт карноза. Попробуйте найти хоть одно отличие. Нет. Кстати, цветёт карноз уже неделю. Красоточка моя. Вот. Так что... Вот, смотрите, нектар, который выделяется у меня на Дзене. Есть целая статья по поводу этого нектара. Её можно... Попробовать сладенькое. Как мёд. Ну, даже... Нет, немножко пожирная. Но она разная стадия у неё бывает. Очень жиденькая. Так. Полила все свои цветы. И сейчас готова ехать уже домой. Но жду человека. Дождусь и поеду. Всем привет. Я вернулась в дачу. Семь дней меня не было. Вчера спешно всех поливала. И увидела... Ночью это уже было. Вот такую красоту. Которую под микроскопом только разглядывать, наверное. Это цветёт моя Корниана Блэк Ливс. Лакуноза, которая... Корниана, лакуноза, в общем-то, одно и то же. Вот такая вот красоточка. Пахнет вкусненько. Сладеньким чем-то таким. У неё тёмные вот такие вот листочки. И вот такие цветочки розоватые они. Пушистенькие, розоватенькие. С белой серединкой. Вот такая красотка. Я её тут фоткала сейчас по-всякому. Выставлю потом ВКонтакте, где-нибудь, в Телеграме. Вот. Подвязала вот эти листочки тут новеньких наросло. И вот ещё. Надо вот это всё подвязать вот сюда. Ну, прикрепить прищепочкой. Покажу вам свою кисличку днём. Потому что вечером она закрывает свои листочки. Вот такая она красивая. И она цветёт постоянно. Ей очень нравится на улице именно. А здесь балкон у меня. И я открываю окно, чтобы здесь сохранялась такая погода уличная. Насколько цветов. На даче она мне разрослась из одной луковки. Представляете? Такая вот огромная крона. Но минус в чём? В том, что... Сейчас покажу. Вот. Всё крошится. Эти отцветающие цветочки, они крошатся. Но это ничего страшного. В принципе, подмести можно. Вот. И ждём цветения. Хоя. Миробили... Нет. Миробилис. Боже. Я забываю название. По-моему, Миробилис. Сплэш. Вот. Вся в этих... В бутончиках. Но два. Как минимум два. Я всё уже отчаялась получить от неё цветение. Но, надеюсь, дождёмся. Хоя Кэрри. Я вам показывала. Ну, вот она ещё подрастила свой цветоносик. Будет цветочки. Будут. Ну, может быть, ещё кто-нибудь порадует. Вилбург Рейвс продолжает цвести. Карноза Вилбург Рейвс. Вот. А компакта пересаженная моя почему-то... Желтить начало. Листочки. Может быть, ей солнышко не понравилось. Не знаю, что ей там не нравится. Но я её пока не буду переставлять. Сейчас солнышко не сильное. Не должна она подгорать, в принципе. Ну, будь что будет, как я всегда говорю. С цветочками это непредсказуемо. Тут не угадаешь. Крутишь, вертишь их. Я пока наблюдаю за ней. А пока мне не было, так же моя каудата на балконе. Вот одна. Дала вот такой вот лист. Смотрите, какой красивый. Он блестючий, такой бархатный. А вторая... Ничего не дала. Вот этот лист уже был у неё молоденький, когда я уезжала. И всё. Больше, наверное, она решила замереть в росте. Потому что я её в тень поставила. Всё-таки ей не понравилось. Вот сплэшик на этом листочке. Ну, одна. Вот. И вот тут какой-то ростик идёт ещё. Но я хочу такие сплэшки побольше. Но она и так, конечно, красивая. Пересадила пеппероми прострату. Потому что вот в этой плошке начали расти грибы. Ой, вот гриб, кстати, вот маленький. Но они большие вырастают. В общем, я её... Вот это всё выкину. Вот пересадила в торф с разрыхлителем. И это, в общем, мне присылали... Ой. Не присылали. Это по обмену, да. Это у меня по обмену было. С Леной мы менялись. Она мне вот пеппероми, вот это вот... Она была такая жёлтенькая, но она надавала вот этих вот деток. Не знаю, деток плейте вот эти вот маленькие. Они ещё, видите, худенькие. И я надеюсь, что от пересадки они не пострадают. Потому что корешочки там есть и воздушные всякие. Я надеюсь, что они всё-таки будут расти после пересадки. Но просто вот это вот я уже долго терпела эти грибы. Какая-то грибница завелась. Не знаю. От грунта, наверное, в который я посадила. Надеюсь, что дальше будет стоять. Я в тепличке её держу, потому что без теплички она у меня всегда умирала. Пеппероми и прострата. Я буду её держать очень долго, пока она прям очень хорошо не укоренится. Прям уже не станет здоровым, сильным растением. Вот. Ставлю обратно в тепличку. А сажала я её в марте. А сейчас у нас август. Вот такая она стала. Вот старые они в основном испортились. Вот эти вот. Но они ещё остались вот жёлтенькие. Такие вот старые листочки. Старая пепперомия. Но она понадавала вот эти вот поросли. Вот эту вот молодую. Расколопала прививки своего адениума. Две не прижились точно. Одна вроде прижилась. Но как-то, мне кажется, ещё надо её завязать обратно. Вот тут её даже развязывать. Пока не буду. Тут непонятно. Сверху она вроде ещё плотная. А те, которые не прижились, они испортились. В общем, вот одна. Это варригатная. И вторая варригатная. Тоже не прижилась. Верхушка вроде бы прижилась. По крайней мере, тут жива. Так. Я, в принципе, могу опять рассматривать. Вот, видите, она не... Давай, фокус. Она не плотно, но прижилась. В принципе, если она... Если всё нормально будет, то она выживет. Ну, конечно, не очень красиво получилось. То есть... Вообще некрасиво. Так. А этот... Этот вообще непонятно. Открывать его, не открывать. Я, наверное, открою, потому что у меня любопытство съест. Я пока не буду трогать, потому что вроде бы всё хорошо. Я чуть-чуть размотала. Замотаю обратно. И этот, наверное, замотаю. Месяц прошёл. Да. Ну, очень хлипкая, конечно, прививочка. Я прозевала цветение Хоя Керри. Мне кажется, она уже немножко подвяла. Но всё равно видно, какая это красота. Такой зонтик она отрастила. Такие цветочки. Клёвые вообще. Обязательно сейчас сфоткаю их. И вот такие вот листочки, если фокус покажет. Вот. Огромные. У меня от неё есть в пристрое один листик. Правда, он не варегатный, а зелёный. Ну, вот у меня зелёный. Почти зелёный. Практически зелёный. Из него, вот видите, выросло такое растение. Ну, да, варегатность не сильная, но есть. Вон какой лист есть. Так, и тут у меня... Блин, опять забыла название. Что ж, я всё время забываю. Миробилис, да? Миробилис. Миробилис сплэш. Ещё чуть-чуть, чуть-чуть. Жду. Прям очень медленно она зонтики растит. Свои. Вот, растёт. У неё их полно, этих цветоносов. Но вот вырос только один пока. Вот ещё один вижу. Может быть, вырастет. Такая она. Капризюля. Не знаю. Тут, может быть, ей солнца много надо. Тут было солнце всё-таки летом. Сейчас уже вот сентябрь и... Красненький листочек на солнышке вылез. Красивая хоя. Я её люблю. Но вот цвести она не желает. Прям. Ну, надеюсь, скоро зацветёт. В заключении этого видео покажу свой хоя кальцел. Который... Или кальцель. Как правильно говорить? Не знаю. Который у меня помиражка. Который мне прислали. Никакущую. Я её всё-таки выходила. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот такая она у меня. Такой листочек. Это был молодой листочек. Его отправили молодым. А молодым нельзя. Он был очень мягкий. И когда дошёл, ну, я думала, всё. Он начал гнить. Палочка почти отгнила. И там маленький черешочек остался от этой палочки. И во мху он у меня долго лежал. А теперь смотрите. Я пересадила в... Когда дал корешки во мху, посадила его в кокосовый грунт, кокосовый торф. И вот корешочки. Я очень рада. Ещё, конечно, не факт, что он даст рост из этого маленького череночка. Он прям вот несколько... Даже не знаю, сколько миллиметров. миллиметра три-четыре вот тут от черешка. Если он даст здесь рост, это будет всё. Это будет чудо. Чудо спасения. Пока неизвестно. Потому что у хой листья тоже дают корни и укореняются, но они потом не дают рост, если просто лист укоренить. А если с черешком, то дают. Ну, я надеюсь, что она решит, что всё-таки надо, надо дать рост. Так что вот стоит у меня в тепличке она. И холю и лелею хожу, трясусь. Здесь у меня мои любимые. И выхожу, те, кого я очень выхожу. Ну, либо мои любимые, либо слабенькие. Вот. Клеменсиорум Индонезия моя. Красота. Вот такая. Так, давай, фокус. Он уже там кучу корней дал, но я её не вытаскиваю, потому что хочу, чтобы она сначала рост дала, как-то пошла в рост. Палочка от неё. Какая-то пимпочка тут есть, но ещё непонятно, будет, даст ли всё-таки мой эксперимент рост или нет. Есть ещё одна палочка, которая всё время здесь ещё. А, вот она. Вот, там тоже непонятно ни о чём. Хоя Толинеарис. Вот. Просто тоже еле дышу на дне. Вот такую малюсенькую, её даже на видео не видно, малюсенькую штучку она дала. И вот она в бок пошла расти. Всё, надеюсь, что всё-таки она вырастет что-нибудь. Но не факт, не факт. Ну, кстати, палочки вот эти тоже стоят живы пока. Так, лакази поле моя пока в тепличке стоит. Я свою взрослую продала, а эта маленькая. У меня осталось ещё есть в пристрое этим уже с ростами тоже такие. Господи, луковки, луковки. Ну, и разные вот хоечки, дисхидии, малюсенькие, которым нужно время, чтобы реабилитироваться, подрасти. Папортник мой дорогой, который инопланетный-то мой. Видите, он растёт. Он прямо растёт. Гусеничку свою отращивает. Красивый. Один я продала. Так что всё, он у меня был один. Я его на две части поделила, больше нету. Кто успел, тот забрал. Ну, конечно, недешёвый. Так, и тут у меня опять начала пропадать моя хоя рутундифлора. Я не знаю, вот у меня есть хои, которые вечно пропадают. Это рутундифлора. Ритуза, которая у меня пропала, представляете? Я буду новую покупать при возможности ритузу. Так, а это вот мои лаконоски, которые я порезала. Я уже не помню, почему они такие маленькие. Наверное, мне присылали такие маленькие. Ну, в общем, так как они такие маленькие, так они тут и будут стоять. Наверное, всю зиму до весны. Дисхидия миллион сердец, который никак не хочет у меня вырасти. большой. Тоже, тут уже несколько палочек тоже я уже повыкидывала. Пропадает и все. Вот есть прям вот сорта, которые не растут. Лаконоза аморилис тоже почему-то начала пропадать. Она еще жива, нет, все нормально, но очень странно себя ведет. Ну, стрептокарпус затесался случайно, потому что здесь он потерял торгор, а здесь тепличка высокая, поэтому я его сюда поставила. Сейчас он набрал торгор, жив. Что-то у меня стрептокарпусы немножечко попропадали. В общем, нужен был уход. Нельзя было на дачу езжать надолго, а я все лето моталась туда-сюда. ну вот кальцель мой к лимитиорам. Надеюсь, все будет хорошо, будем наблюдать дальше, а пока что вот так. Все, на этом видео я завершаю. Спасибо, что смотрели меня. Подписывайтесь. Всем пока-пока. Пока-пока.